всем привет давайте попробуем записать видео обучалку посев матчем дольше готовится тем на больший срок я буду откладывать решиться тяжелее тяжелее так первое сначала определиться какой нам нужен результат почему мы хотим выращивать на грызели это зависит в чем вы выращивать если для себя ее можно выращивать хоть на туалетной бумаге горошки выращивать без всего совершенно отлично растет сильная креневая система как и пшеница можно вращать для себя как называется правильно напишите в комментариях если вы решаете что выращиваете зелень на продажу то используем я в таких случаях агровату агровату толщиной 2 сантиметра не меньше потому что он будет очень быстро высыхать нужно будет следить а если вы хотите на продажу соответственно вас объемом будет большие следить у нас он будет некогда за всем этим как я себе все это вижу и к чему я стремился но должно было работать самостоятельно автоматически для этого нужно задать темп инерцию движение и дальше покатиться как по маслу и так это гравата бокса всякие разные правы бокса начинала вообще из-под селедки и просто мыл контейнеры обращала вот на этом стеллаже стояла на кухне около батареи под окном так как он низенький и солнцем совсем не хватало света а так же росло росло все то что я сажала смотрел учащие видео и сделала для себя какую-то решила попробовать и действительно так и не ошиблась то есть я нашла верную информацию что и говорила мне о том что мне нужно дальше двигаться в направлении все я правильно для себя выбрала и решила и так сначала были просто контейнеры из-под селедки из-под салатов мыл контейнеры есть кстати на канале видео и делала перфорирование отвертку нагревала делал дырочки не знал как должно быть все правильно как лучше информация интернете очень много и очень много разной информации я впоследствии сама была разносчиком всякого рода информации пока не пришла к тому что и не хочу транслировать чье-то учение только все на собственном опыте так в итоге я остановилась вот на таких боксах большой перфорации потому что когда больших объемах выставляешь на свет на грязи или не поливаешь очень удобно поливать то есть я после того как они проросли достаю их на свет достаю из прозрачного бокса и все вместе ставлю в один поддон и поливаю уже не каждый отдельно а в общий поддон наливаю вода и они уже сами пьют столько сколько им нужно вот в больших масштабах это очень удобно продолжим если что-то вспомню по ходу еще расскажу посевами нужна вода семена опять же семена начинала я с семян которые продают на корм на рынке в мешках покупали горох пшеницу не всегда качественно семена попадались но прорастала и кушали потом конечно перешли уже более проверенным поставщикам более качественным семенам а здесь могло быть вошли кого это экономит деньги на самом деле хотя мешков дешевле конечно же горох экономит нервы с одним из пунктов того что нужно для того чтобы вырастить микрозелень это посыл то есть каким настроением но все это задумывайте сначала там сажаете потом выращиваете что вы ждете чего вы хотите получить от того что вы даете и так не нужно еще емкость когда будет вода в которой мы будем мочить нашу гравату и прижим для редиса я использую килограммовый прижим если честно даже не сколько он весит сюда заливали мы плиточный клей застыл просто в обычном контейнере посмотрела конечно же посмотрел спасибо тому кто подсказал так мы обсудили с вами какой результат мы хотим то есть чего мы будем отталкиваться что мы хотим получить в итоге то есть мы хотим покупать ли мы хотим транслировать здоровье мы хотим для себя здоровье энергия то получить соответственно мы с таким посылом с таким настроем намерением и с таким настроением и будем сажать микрозелень это основной параметр от которого зависит почти все сто процентов результата эти параметры обязательно нужно тоже учитывать инструменты которые мы будем использовать место для проращивания у нас должно быть обязательно свет на котором мы выставим после того как микрозелень прорастет хотя сам поначалке уже говорил я начинал вот на этом стеллаже выращивать солнце у них почти не было у них было отопление рядом то есть батарея и ничего все было хорошо потому что мне было огромное желание чтобы это все выросло и вот доросло до сегодняшнего дня и через вас будет расти 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 и так продолжим мы с вами определились что сажаем на агро вату я уже налила воды делаю таким образом положила перевернула достала рекомендую отжимать дайте мне чуть-чуть стечь потому что они должны быть очень очень сырой но и не должна быть сухой опять же мы живем в квартире это не ферма поэтому регулировать температуру можно здесь не всегда в квартире то есть сейчас если слышно журчат батареи сливают воду и сегодня тепло очень тепло так вот мы ее приминаем в краешки раздвигаем чтобы сильно не заваливались между ковриком боксом хотя они там прорастут отлично просто поверхность увеличиваем и так все их замачиваем и выкладываем так место для проращивания сначала я проращивала под раковины потом в ванной поняла что можно сузить круг использовала шкаф шкаф у меня прорастались и на теперь они просто от просто нижней полки то есть такие культур как из горох руккола и прихотливые в принципе и горох с пшеницей также пинза у меня сейчас стоит что мы свекла проращиваем кстати как правильно свекла или свеклу кто как говорит все всех устраивает что они растут на нижней полке а если нужно немножко ускорить процесс мысль меня всегда завораживала да что мы можем влиять на происходящее в нашем случае непосредственно на скорость прорастания скорость на качество так у меня закончилась вода обычно вода отстоявшись конечно из-под крана пощадите своих малышей да и мы можем влиять на скорость проращивания температуры опять же обдуваем если мне нужно побыстрее чтобы проросли растяжки я их ставлю на полку на которой включена лампа то есть лампа греет полку которая нам прикреплена сверху стоят растяжки на полке они нагреваются соответственно только нужно коврик сделать быстрее чтобы у них там влажность была и они не засохли потому что может и вышибнуть просто я с вами разговариваю просто отвлекаюсь так намного быстрее все это происходит если внимание а где внимание там энергия если внимание сейчас я переведу только на то что я делаю я это буду делать быстрее я пробуем кокосе выращивать и на туалетной бумаге сначала мы проращиваем и так место для проращивания мы тоже с вами обсудили и на самом интересно как это все заходит и буду готовить следующее видео